Добрый день, уважаемые председатели, добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо за предоставленную возможность выступить перед вами. Достаточно сложный вопрос о явновациях лучевой терапии. Ну, попытаюсь каким-то образом это все, в общем-то, привести. Слышно все, да? Слышно, да. Попробуем разобрать. Все хорошо, да? Слышно? Слышно, да. Я хочу сказать, что на слайде представлены рекомендации по использованию методов лучевой и химио-лучевой терапии при... Ой, тут, наверное, поближе как-то. Я его в руки возьму. Так лучше, наверное, будет, да? Потому что мне удобнее и вам. Представлены рекомендации различных наших представителей, которые дают возможность нам разобраться, где мы можем применять сочетанную лучевую терапию, где мы можем применять химио-лучевую терапию, насколько это возможно и насколько это рациональное использование. Однако мне хочется сказать еще о других моментах. Первое о стадии. Вероятно, в возрасте от 60 до 70 лет навряд ли какая-то женщина согласится проводить себе конизацию шейки матки. Она, скорее всего, пойдет на гистерэктомию. И стоит вопрос, а исключается ли лучевая терапия в этом случае? Нет, конечно, сочетанная лучевая терапия, в этом случае тоже не исключается. То же самое касается и о второй стадии. Вопрос стоит только об опыте радиологов, которые занимаются лучевой терапией, и о возможности подведения определенных доз, канцероцидных доз для гибели этой опухоли. Какие проблемы возникают в лучевой терапии при раке шейки матки? Во-первых, это сочетание макроскопической опухоли. Это большие объемы поражения, которые включают матку, параметрии, влагалище и лимфатические системы. Очень важный момент. Это изменение опухолевого процесса под влиянием ионизирующего воздействия, его регрессия, которую мы должны учитывать при планировании различных этапов лучевой терапии. Это влияние внутреннего движения первичной опухоли и органов, подверженных радиационному риску. И большое различие между допустимой дозой в органах, подверженных радиационному риску, и необходимой дозой в мишене. На сегодняшний день всем широко известны стандартные методики лучевой терапии, основанные на 2D-планировании или по атласам изодозных распределений, которые гарантируют нам полный охват опухоли в мишени, так называемый терапевтический объем, однако приводят к достаточным дозовым нагрузкам в нормальных тканях и органах, отчего и говорят нам хирурги, что у вас много лучевых осложнений. Однако их не так много. Но нам надо учитывать, что когда мы проводим облучение такими большими полями, то около 50% костного мозга у взрослых находится в нижней части поясничного отдела позвоночника и костях, и соответственно облучение этих мест имеет значение при химио-лучевом лечении. Чем хороши и чем плохи эти методики? Если мы имеем большой опухолевый процесс, обычно они все неправильной формы, то в этих случаях мы можем недоблучить опухоль. А если же мы имеем небольшой опухолевый процесс, локальный, то в этом случае мы можем переоблучить соседние с маткой органы. Но я хочу сказать, что по стандартным методикам лучевой терапии, накопленный десятилетний опыт, вы посмотрите, какую результативность дает даже при первой А стадии. 98%. Это достаточно высокие проценты, хотя это еще было опубликовано в 90-м году Петерсом. Третья стадия 40%. То есть не хуже, чем мы имеем это место при хирургическом лечении. Однако, мы всегда с вами встречаемся с той поздней токсичностью химио-лучевой терапии. Все говорят, большая. Да я бы не сказала, что очень большая, если анализировать представленных авторов, и мы видим, что действительно не очень высокая поздняя токсичность, связанная с ранними и поздними лучевыми повреждениями соседствующих органов, а также с гематологической токсичностью. Что мы видим нового? Какие инновации мы видим новой в лучевой терапии? Ну, во-первых, это внедрение новых диагностических методов. МРТ, КТ, СКТ и ПКТ. Те методы, которые позволяют нам визуализировать как пораженный орган, так и с пораженным органом соседние ткани и органы. И вы обратите внимание, что ПКТ обладает очень высокой специфичностью и точностью, и в 18-44% случаев он существенно влияет на принятие решений о методе лечения. А вот какой метод визуализации необходим и что для нас более выгодно выбирать, то тут мы должны, в общем-то, смотреть, что вы хотите облучать. Если вы хотите сделать облучение первичного, достаточно облучения первичной опухоли, то вы должны знать, что МРТ в этом случае более важно для вас, так как лучше контурирует пораженный орган. Что касается компьютерной томографии, то она важна в тех случаях, когда вам нужно оценить, сопоставить расположение с пораженным органом, именно мочевого пузыря, прямой кишки, кишечника и влагалища. Но до сих пор, в общем-то, нет четких данных и параметров, что нам лучше оконтуривать. Об этом направлении еще идут клинические исследования. Почему? Потому что сам пустой орган будет получать одну дозовую нагрузку, а наполненный этот орган будет получать совершенно другую дозовую нагрузку при лучевой терапии. Соответственно, что у нас появились новые методы визуализации, немножечко изменились и отношения к тому объему, который у нас должен облучаться. И он разделяется у нас на анатомоклинические объемы, в которые входит основной объем мишени, клинический объем мишени. И вот эти объемы, они не будут зависеть от методики лучевой терапии, и планирования лучевой терапии, но зато они будут четко зависеть от метода получения изображения, от способа оконтурирования и, конечно же, от профессионализма радиационного онколога. Но мы все привыкли к тому, что мы на сегодняшний день планируем объем мишени или планируем терапевтический объем облучения. А здесь мы сталкиваемся с массой неопределенностей. Это положение органа во время движения, дыхание, это объемы наполнения смежных органов, это динамика регрессии опухолевого процесса. Вот здесь, конечно, нам и нужны дополнительные методы диагностики. Если смотреть на рекомендации Эстра, то мы четко должны понимать, что мы включаем в опухолевый объем и в облучение, это первичный очаг, который бывает различным объемом. От 30 я написала 60 сантиметров, но он бывает до 120 сантиметров кубических. Это макроскопическая опухоль, которую мы видим. Это зоны заметного макроскопического распространения, то, что вы клинически определяете при бимануальном исследовании этой больной. И это зоны потенциального микроскопического распространения опухоли, которые вы можете даже не выявить при использовании таких методов, как МРТ, КТ и ПЭТ-КТ. Таким образом, проводя наши новые методы исследования, мы, конечно, можем использовать оптимальные режимы лучевой терапии. На сегодняшний день это комфортная лучевая терапия, АМРТ терапия и управляемая брахитерапия. Думаю, что к комфортной лучевой терапии уже все привыкают, потому что она используется во многих центрах на основе именно планирования, 3D-планирования. Однако даже при 3D-планировании мы должны знать положение наполнения смежных с маткой органов. Мочевой пузырь, прямая кишка. Потому что различие достигает до 65 миллиметров. Внутреннее движение за счет вдоха и выдоха, когда мы движение матки изменяется вверх от 3 до 15 миллиметров, шейки матки от 1 до 6 миллиметров. Это деформация опухолью, как влагалища, так и параметральных сводов, мочевого пузыря и прямой кишки. Это регрессия опухолевого процесса под влиянием лечения, что требует обязательно повторной визуализации. И нередко, в частности в японских центрах, они практически не смотрят больных на кресле и не проводят бимануальные исследования. Они смотрят именно регрессию опухолевого процесса по данным МРТ. Это смещение начального объема первичной опухоли, сети ВИИ между фракциями от 6 до 40 миллиметров. А если у больной еще и наполненный мочевой пузырь, то систематические ошибки между укладками составляют до 30 миллиметров. Поэтому, когда мы планируем терапевтический большой объем опухоли, ПТВ, мы должны знать, что мы прихватываем еще полтора, где-то 2,5 сантиметра от первоначального объема. Принципы проведения лучевой терапии, которые построены на новых технологиях радиационных, получены козлоры и позволяют нам получать 3D и 4D изображения. Что мы должны учитывать? Линейные размеры опухолевого процесса обязательно. Глубина инвазии обязательно возбудит под данным МРТ и ПЭТ. Вовлечение окружающих органов и тканей, гистологическую структуру, состояние регионарных лимфатических узлов и радикальность предшествующей терапии. Но помимо всего этого, каждый радиолог должен знать вместе с хирургом и определять приоритеты начального этапа лечения. Что это? Брахиттерапия или же это дистанционная лучевая терапия. Если у вас инвалидивный орган у женщины с пораженной шейкой матки, где длина матки не более 6 см, то, наверное, надо отдать предпочтение именно брахиттерапии. Мы должны иметь возможность индивидуализации физико-дозиметрических и радиобиологического планирования с использованием различных методов, как традиционных, так и нетрадиционных. Но и корректировать, конечно, лучевую терапию в процессе с учетом темпов прогрессии опухолевого процесса. Мне хотелось бы просто представить на снимках, какие возможности имеются при комфортной лучевой терапии, когда вы проводите облучение с нескольких полей и создаете именно нужную дозу нагрузки на первичный очаг, снижая при этом нагрузку на соседние органы, тем самым уменьшая всякие токсические реакции. Но мне бы хотелось остановиться совершенно на новом методе, который, наверное, в России будет только внедряться. Не все имеют возможность покупать такую дорогую аппаратуру. Это лучевая терапия с интенсивной модуляцией пучка. Вот здесь действительно широкий простор для ардиологов и возможность именно воздействовать на первичную опухоль, используя ту дозу, которая необходима. А доза эта составляет до 90 грей. Здесь разные пучки интенсивности, которые позволяют вам модифицировать свое дозное поле так, как вы хотите облучать, с включением из региональных зон и параметральных областей. Мне бы хотелось остановиться еще на новой методике внутри полостной терапии или брахитерапии. Сочетание внутри тканевых и внутри полостных методик очень хорошо, дает хороший эффект при использовании именно третьей, при лечении третьей стадии заболевания. Почему? Да потому что вводимые иглы под контролем, разумеется, МРТ и КТ позволяют нам проводить облучение непосредственно параметральных зон. Вот это, управляемая брахитерапия или адаптивная брахитерапия, это наше будущее. Это те инновации, которые нас ждут в ближайшее время. Ну и медицина поистине самая благородная из всех искусств, которые существуют на нашей планете. И мне бы хотелось сказать, что совместными усилиями хирургов, радиологов и химиотерапевтов мы можем добиваться достаточно высоких результатов в лечении нашего заболевания, заболевания рака шейки матки, который дискутируется практически на каждой нашей конференции. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Людмила Владимировна. Спасибо. 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 Спасибо.